Сочи достиг многого. Дороги, тоннели, дублер, теплоэлектростанции, газопровод по дну моря, километры новых воздушных линий электропередач, уличная дорожная сеть города, очистные сооружения. И это далеко не весь список. Благодаря Олимпиаде, напоминает мэр, в Сочи обновилась вся инфраструктура. Но работа по развитию курорта еще продолжается. На сегодняшний день власти курорта активно ведут борьбу с самостроем. Преступные схемы мошенников пресекаются ежедневно. 400 домов стоят построенных, но не введенных в эксплуатацию, никогда не введутся, их надо сносить. Те, кто их строил, думают, что ничего, ничего, еще пройдет немножко времени и нам разрешат. Нет, не разрешат. Что же касается объектов на муниципальном пляже «Маяк», к лету вид на море с набережной будет открыт. Сегодня 222 статья административного кодекса Российской Федерации гласит о том, что если с нарушениями и даже решение суда есть о собственности, то эту собственность может сносить. И мы их теперь по закону в течение двух недель предупредим, а потом дадим два месяца. Если за два месяца они сами не снесут, то придут бульдозеры и это сделают за них. Активно сегодня в городе реализуется и программа переселения из аварийного фонда. Более 700 семей уже получили новое жилье. Если раньше власти старались не признавать аварийными, чтобы потом не строить и не переселять, то я даю команду признавать. Люди не должны жить в нечеловеческих условиях. И будем переселять. А вот социальную поддержку и материальную помощь в Сочи уже оказывают 19 категориям граждан. Начали выплачивать сущенским пенсионерам и компенсацию за возросшие платежи САХа. При всех сложностях бюджета города мы приняли решение о том, что произведем сокращение, но найдем эти 48 миллионов рублей для того, чтобы покрыть увеличение оплаты за мусор для наших пенсионеров. И нашли. Для того, чтобы это сделать, мы сократили 502 сотрудника администрации МКУ. Судя по итогам зимнего курортного сезона и планам на предстоящий летний, Сочи можно смело называть круглогодичным. Впервые в этом году туроператоры продают услуги курорта по системе «Все включено». По подсчетам экспертов, в 2016-м Сочи посетит не 6 миллионов человек, как ожидалось, а на 200 тысяч отдыхающих больше. Объявления «Сдаю жилье» теперь в Сочи снова актуальны. Главная летняя достопримечательность – Сочи. Пляжи сегодня также активно готовят к приему гостей. В целом, отмечает Анатолий Пахомов, планов громадьё. До 2018 года планируется построить три школы, продолжат власти решать вопросы с очередями в детские сады. Анатолий Николаевич и для меня, и для жителей района Хосты дал очень хороший совет, очень хорошую полезную информацию, что у нас есть места свободные в детских садах, что можно не беспокоиться, что у нас остаются и педагоги, потому что у них будут предоставлены им жильём, и врачи. Так что в городе Сочи переживать не за что. Ни за учение детей, ни за воспитание детей, ни за лечение. В этом году в плане городских властей и ремонт 20 городских дорог. Олимпийское наследие, подчеркнул глава Сочи, будет только приумножаться. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.